Люди, мы Украину встречаем. Нет у вас системы разминирования, не наступайте тогда. Все понимают, нет ни одного человека, который не понимает, что в стране война. Если стоимость человеческой жизни в Украине будет низкой, некоторые считают, что держава понад усе. А так получается странная система, ну страннейшая. Ну все, что сейчас делаете, встречается через него. Я был очень удивлен. А вот с правами огромные проблемы. Такого среднестатистично мобилизованного, его выставляют вот так, в таком светле, что типа вот есть человек, она бедная, несчастная. Она может служила, но до него подход не нашли, ключик не нашли до него. Что мне, с бубном танцевать вокруг него, что мне делать? Мы считаем, что украинцы хотят служить, но просто до них плохо ставляться, там влада как-то не такая, и поэтому они не идут служить. Ну так, люди, мы страну встречаем. Мы постоянно выступаем. Мы можем за это много балакать, но если так балакать, мы будем скоро в Карпатах это где-то обговорювать. Понимаете? У нас война в Украине. Большое этого люди не понимают. У нас просто нет выбора. Мне тоже не нравится, что... Каждый раз говорят, вы что не понимаете, у нас война в стране. С чего вы решили, что народ тупой и не понимает, что в стране война? Все понимают, что в стране война. Ну? Но это же не означает, что солдат должен превратиться в юнита. Ценность должна же быть. Что ценнее, государство или жизнь человека? Жизнь человека. Государство имеет огромную роль, значение огромное. Территория, территориальная целостность, независимость. Но человек важнее. И отношение к солдату не может быть как юнита. И что вокруг него с бубном танцевать? В каком смысле с бубном танцевать? Договориться. Согласно закона. Подписать контракт. Он должен выполнять определенные свои обязанности, прописанные в контракте. А что я должен ему обязан... А если вы его посылаете на верную смерть с автоматом в окоп полуметровый против кабов, и он явно не хочет идти на этот штурм этой посадки, бессмысленный, без поддержки авиации и ракет, ну явно не хочет, потому что это просто верная смерть. Так что теперь мне его уговаривать что ли? Ну вы расстреляй его. В колено ему выстрели. Что? Нет, это не означает, что с бубном надо танцевать. Просто совковость в армии. Или вот так, когда царская армия, когда в принципе шпицрутинами били людей. Или децимация в римской армии. Как часто вы думаете про римскую империю? Давайте децимацию вводить, и что? Договариваться нужно, нужно чтобы человек имел мотивацию. А если у него нет мотивации штурмовать эту посадку? Потому что, опять, почему? Не потому что он не хочет. А потому что логично же посадку не штурмовать, а уничтожить ее при помощи ракет, дронов. Не разминировать ногами, как шли в контрнаступлении, прямо на минные поля. И мы эти видео с вами видели, ужасные, от которых просто теряешь до речи, ходишь, как будто бы тебя, не знаю, ну, ты такой, ничего, у тебя эмоций нет, высосано все. Как будто бы дементоры из тебя все высосали. Это видео, где ребята при эвакуации своих же раненых, которые подорвались на минах, там же подрываются на минах, эвакуационная группа. Зачем отправили людей на мины? Ну, какой смысл в этом контрнаступлении, если вы на минное поле людей отправляете? А что мне теперь с бубном вокруг него танцевать? Да не надо просто людей на минное поле отправлять. Нет у вас системы разминирования, не наступайте тогда. Ну, зачем отправлять? Типа, ну, у меня 100 человек, их достаточно, давай, короче, вперед туда, штурмуйте, бабы еще нарожают. Нет, этот подход совковый, он нам не подходит, у нас украинцев меньше, чем русских. Мы не можем в мясные штурмы отправлять людей, и не можем палками загонять людей на войну, бо мы не такая держава. Это люди, не юниты. И приказ, понятно, что приказ есть приказ, но приказ должен быть хотя бы как минимум логичным. Логичным должен быть приказ, логичным. Идите там не так много мин, но так разминируйте, есть же система разминирования. У нас нет системы разминирования, но не наступайте там, где мины. Нет рэбов. Не проводите эти наступательные действия. Надо беречь личный состав. Сбережете личный состав, сбережете украинцев, сбережете Украину. И возобновите потом, восстановите территориальную целостность и независимость. Не сбережете личный состав, потеряете армию, потеряете украинцев. Не будет украинцев, не будет Украины. Логично же. Опять же, все упирается в ценность человеческой жизни. Ценность человеческой жизни. ваника сана утрачено в вина в украине вот это люди не разумеют у нас все поняли нет ни одного человека который не понимает что стране война вы что тупые не понимаете на стране война все понимают что стране война нема выбору мне тоже не подобается что людей пихают буса потом я скотт пригоняет его на ничего не хочет быть там иваны для меня был займаться его умовлят и там размейте шукаты для него аргументы там чему он мая воювать сидит там дядька ему 45 роков но у него семья за границей он хочет выехать но он не видит свое будущее в украине и не хочет больше жить в украине как вы его заставите воевать я щас тебе объясню но он я все понимаю я же не дурак мне 45 лет я же жизнь не видел но он не хочет отходите границу пусть он уедет а я должен ему искать аргументы просто не надо было его ловить в бусиком и привозить его на фронт чтобы потом командир не знал что с ним делать потому что он идет связи и как минимум он просто если не хочет воевать он не будет воевать вы не можете его заставить выполнить эти действия это же вы его не на рудник отправили где можете заставлять его избивая плетью руду добывать кайлом там махать это же фронт это же армия это совершенно другое это целый комплекс действий и мероприятия он будет саботировать или просто не будет их выполнять ну и зачем все просто упирается в ценность человеческой жизни и к сожалению война расставляет много точек над и и открывает для многих глаза мне вчера с огромным удивлением и шокирующие друзья пишут ты видел видео портникова что он такое говорит этаж андрей ты чего у людей глаза открываются до виталий портников да когда у меня сошли андрей вы согласны с портниковым я с ним согласен в некоторых вещах в некоторых вещах не согласен с портниковым а в некоторых вещах я с портниковым не согласен категорически а в некоторых вещах просто можно за голову схватиться как вы думаете как относится виталий портников к стоимости человеческой жизни и киев целом ценности я отмажаю что я ничего никаким людям не пасть и тоже хочу поясню это я вважаю что еще у нас тимис людского життя сбільшится то это створить проблему для нас у подальшему выживанию вене потому что в вене из россии может выжить и теки россия теки края на веке тени с людского життя в принципе находится на близкому до российского ревня так что мы сами маем его зацикавлены буду чтобы люди так думал это единоможность украины выставить у нас тут не роковин вопросы еще раз стоимость человеческой жизни должна быть для украины для победы в этой войне невысокой такой же как и на уровне российской федерации иначе мы не победим мы кого не победим что не победим если бороться с каннибализмом то это не означает усиление своей армии при помощи каннибализма потому что тогда вы каннибализм не поборете не победите тогда как каннибализм победит в любом случае если стоимость человеческой жизни в украине будет низкой и на таком же уровне как и у россии то людоедство победит какая тогда разница кто победит если победят людоеды какая разница какой смысл кто победит из двух людоедских государств людоедское государство в при любом раскладе вдумайтесь слова портникова согласны вы со словами портникова я например не согласен со словами портникова я отмажающее ничего никаким людям и пасть и тоже хочу пояснить я уважаю что еще у нас тени с людского життя сбежится то c створить проблему для нас у подальшему выживанию вене если стоимость человеческой жизни увеличится то это создал для нас проблемы в дальнейшем выживание время куда ее можно увеличивать а что более ценное чем человеческая жизнь все упирается их 100 тысяч раз говорил все упирается в базис в основу в ценности на сегодняшний день все политические споры споры на фронтников и ухиллиантов споры любых людей приверженцев различных политических идей сегодня все упираются в одно и то же самый низ в основу фундамент кто что самое ценное вопрос еще понадусе и вот когда вы строите нет ничего пустота и здесь вы начинаете строить свои какие-то политические жизненные там взгляды как угодно их назовите базис основу и вот вы вот в ничего в землю впустую вы строите какое-то здание какую-то свою политическую идеологию свои жизненные убеждения и вы в самый низ в основу в фундамент кладете самое важное то на чем будет ваш этот дом строится что самое главное некоторые считают что держава понадусе и тогда исходя из этого ну типа а тут человеческая жизнь основа же держава понадусе и тогда все по-другому а если но такие как я люди мы таких людей много считают что согласно конституции человек в целом его жизнь честь и достоинства права и свободы являются высшей социальной ценностью то потом исходя из этого вы строите дальнейшие законы нормы модели поведения запреты определенные вводите вводите какие-то разрешения для государственных деятелей для чиновников для силовых структур для правоохранительных органов все исходя из этой из основы если держава понадусе то тогда мало на улице просто ловить людей их надо еще расстреливать для устрашения если держава понадусе надо вообще запретить смартфоны заставить всех сдать смартфоны и радио чтобы люди не слушали по ночам радио свобода радио свобода и голос америки если государство прежде всего превыше по надусы тогда нужно запретить любое инакомыслие нужно всем сплотиться вокруг стержня великого лидера и быть как один в пучок потому что веник попробуй сломать целиком а вот по прутику каждый тогда мы будем как в один пучок тогда пучкизм у нас будет потому что у нас задача какая государство а если основа другая свободы человек права человека то и тогда поведение другое поэтому тогда если держава понадусе то до стоимость человеческой жизни нужно снижать ну ее надо вообще как-то убирать типа человеческая жизнь права свободы родина опасности и все поэтому когда вы спрашиваете меня портника в самой задней свободы да это кстати смешно когда вы у меня спрашиваете как вы от воды относитесь к портнику по разному по разному чатик пишет что жизни уже стоят дешевле чем в рашке но это если вы имеете ввиду контракты и привлечение давно добровольной основе людей в армию при помощи финансов то есть в как оценина сколько оценивается там человеческой жизни контракт военнослужащего в россии то сегодня достигло 30 тысяч долларов разовая выплата подписал контракт 30 тысяч баксов но если мы про это говорим а так ну если с точки зрения логики ну да гораздо проще победить дракона если ты стал драконом гораздо проще победить фашистское государство при помощи фашизма тоталитарное государство при помощи тоталитаризма и используя все его преимущества ну тогда да логично поэтому согласен ли я с виталием портникову ну нет видимо у нас разные ценностные модели мира базис основа я однаждающее ничего не как им людям и поиски тоже хочу поясню это я уважаю что у нас тимис людского життя сближится то все створить проблему для нас у подальшому выживанию в вене потому что в вене из россии может выжить и теки россия теки краина в який тиннист в людского життя в принципе находиться на близкому до российского рима так что мы сами маем его зацикавлены буду чтобы люди так думали это единая возможность украины выстроить его наступные рокы вины если такая модель да вы имеет место быть а какая ценность жизни тогда самого виталия портникова как ее оценить не дают безкоштовно все за гроши на безболивающие для свои кошки таки башу на стационаре то там кое-что выделяют то еще всего нема туда свои кофты тоже куплюешь каналашом держава что-то собрали у вас и чтобы помощь ветерана была чтобы не забывали вот то самое главное чтобы война закончилась мы пишем просто воно воно такая как-то тут тут мотивация была что нас так учили что надо то мы то и пішу а что не вернути то не пішов бы не зашел так сказать я бы имел что таке отношение держава что пока нужно пока здоровье было и нужно а как уже инвалиды то не нужно так сказать сама бумага еду слабо вот забывай даже а вот вам обратная сторона сильного государства там где стоимость человеческой жизни снижена и ценность человеческой жизни снижена здоровые солдаты нужны а раненые солдаты не нужны почему ну потому что почему потому но так и в рашке точно также в войне с россией победит россия в любом виде если украина превратится в россию сможет победить россию да а тогда зачем тогда это вот с этим вот с такими видео с такими ситуациями надо бороться нещадно такого быть не должно не должно такого быть это совок в чистыми ну как это человек потерял ногу обезболивающее покупает за свои деньги но это же ответ давайте называть вещи своими именами ну вот как оно есть это же вам ответ на вопрос почему люди не идут сегодня добровольно на фронт это же ответ на вопрос причем это не я это видео снимал я не имею к нему никакого отношения но это ответ на вопрос почему ветеран который отдал здоровье предоставлен сам себе а должно как должно быть а должно быть так что мобилизация я сто тысяч первый раз повторяю она выглядит не только в том чтобы набрать людей отправить их на фронт а это мобилизация общества всех ресурсов общества всех финансовых экономических любых ресурсов которые позволяют комфортно жить это все это все возможные ресурсы для реабилитации то есть человек который на фронте утратил конечность ногу ему отрывала на фронте он должен знать что теперь он не будет нуждаться ни в чем не его семья ни в чем не будет нуждаться уже он отдал самое ценное он его ноги теперь нет все у него должна быть пенсия шо такая он должен путешествовать по миру и у него реабилитация должна быть сейчас на гоа где-нибудь но потому что да там море там зимы не будет там будет хорошо океан и все это за счет государства да там не фешенебельно пусть но тем не менее он получит страховку выплаты по страховке он получит такую что теперь всю жизнь работать точно уже не надо но все уже и тогда человек должен знать что государство вот смотрите я для государства глазаса для меня и тогда это общественный договор ты нужен государству государство нужно тебе а вместо его пенсии хорошая пенсия будет у депутатов огромная пенсия будет у тех кто в принципе вообще никакого отношения к войне и фронту не имеет миллионы долларов наличкой будут у руководителей мсэк вот и цкшников будут целые кровати долларов просто там завалены а у него ничего не будет он этих долларов в глаза не увидит он будет занимать деньги будет жить все время на три кредитной карточки чтобы с одной кредитной карточки закрывать вторую карточку а со второй третью и так вот в главное не перепутать каждый месяц перебрасывать деньги туда-сюда вот там и мотивация протезирование деньги на протезирование почему собирают деньги на протезирование в твиттере почему ну что это нахер на тогда строить стадионы когда люди которые потеряли конечности собирают деньги на протезирование на хорошие протезы современные в твиттере просто пожалуйста подайте христа ради денег у нас нет денег на протезирование это ужасно у государства что денег нет на это есть а куда деньги тратятся сакуры посадили стадион построили миста киварти отправили в антарктиду экспедицию пингвинов изучать я же про это говорил а что ты знаешь что эти деньги мы не можем потратить на дроны эти деньги исключительно только на гуманитарную составляющую послушайте гуманитарная составляющая в первую очередь в первую очередь для воюющего государства это обеспечение беженцев и ветеранов тех кто ранен и раненый который вернулся с фронта все если деньги остались еще после этого то потом мы изучаем пингвинов а нет мы говорим всему миру извините заберите пожалуйста у нас вот это вот судно наше арктическая но сфера у нас денег на него нет англичанам говорит извините пожалуйста сейчас война у нас нет возможности финансировать экспедицию по отправьте туда англичан 10 человек пусть они там поживут несколько лет мы не можем пингвинов изучать у нас деньги на это кончились а почему потому что мы отправили деньги на эти деньги гуманитарная миссия гуманитарная программа мы помогаем беженцам и протезирование ветеранов и все у нас деньги кончились на это но уже больше денег нет на пингвинов не хватило логично логично что я говорю нелогичного ну что я говорю нелогичного ведь стадионы и пингвины должны быть по остаточному принципу когда каждый ветеран обеспечен протезом каждый ветеран обеспечен обезболом каждый ветеран обеспечен системой реабилитации, которая подразумевает не только финансы, и не только, что ему сделают укол бесплатно. Ему реабилитация нужна. Его нужно вывезти на море куда-то. На Гоа. Я не знаю. Куда-нибудь. В Италию. И вот тогда, когда эти деньги... Мы все сделали уже. А еще осталось у нас. Ну давайте на те деньги, которые остались, жилье беженцам построим. Да уже все, мы построили. У нас столько беженцев нет. Жилья полно. Ага. Ну все, тогда давайте построим стадион. Окей. А так получается странная система. Ну страннейшая. Все понятно. Он просто пингвинофоб. Где такое вы увидите это видео? Где его увидите? Только в телеграм-каналах. Где вы увидите такие видео? На единой марафоне? Нет. Это раскачивает лодку. Раскачивает лодку отношения государства. Это ломает общественный договор. Если государству не нужны люди, которые отдали самое ценное, что у них есть. Здоровье. Жизнь. Если семьи тех людей, которые отдали жизни, не нужны государству, то и государству ее не нужно. Это же логика. Она так работает в обе стороны. Если бы завтра выборы президента, проголосовали бы ее за Зеленского? В никаком случае нет. Почему? Однозначно нет. Я считаю, что он просто... Фактически все, что сейчас делается, это втрачается через него. Потому что его верховка, они неправильно усунули керевництво армії. Пхалися туди, когда он сам ни одного дня не воював. Ни в армії, ни где он не был. И он керует... Ну, то уже в таком случае, возьми собі тих людей, которые знают на том, и умеют. И у нас было такое керевництво, и Шаптала, и Залужник, и масса других генералей. Он их всех усунул, потому что они забирали в него его авторитет. Не знаю, что они ему забирали. А сейчас, перепрошу, мы втрачаем территорию за территорией. Видите, сколько мы Донецкой области сейчас тратим. У нас просто сейчас все ценно. Спасибо, что вы без кастрюли. Дайте, я вас обниму. Это гардый день вам. Всего наикраще. Бывает и так. Блонд, гламур и брюнет. Я был очень удивлен. Это было очень удивлено. Я был очень удивлен, когда вернулся за кордоном. Здивленный тому, что снова российская скресь повернулась. До полномасштабного, скажем, мова бизнеса завжди была российская. И завжди скресь была российская. Потом первый год полномасштабного. В Киеве по улице было скресь чути украинского. Я российского практически не чу нигде. Сейчас я прилетел в Киеве в Украину и я снова куда-то переместился. Скресь российская. И даже те люди, кто говорили уже рік или полтора в Украинском, уже говорят снова российском. Это для меня очень гнетит. И нам «Прав и свобод» и вокруг свободы человека, то каждый человек, каждый свободный человек, свободного общества имеет право на свободный выбор языка для общения. А если не свободное общество, тогда нужно вводить мовный патруль. Тех, кто не хочет объединяться, нужно заставлять объединяться. Вокруг. Вокруг чего? К вопросу опять возвращаясь к основам. Що подо дусе. И якщо держава понадо дусе. И якщо мы будуем аукраинскую Украину для украинских украинцев, выключено украиномовных, то дизразумило. Но тогда откройте границы. Отпустите людей, которые не хотят. Ну, типа, ага, такой путь развития? Нет, тогда я не хочу. Тогда мы как-то тут разошлись. И если строить свободное общество, свободных людей, то у свободных людей в свободном обществе есть право на свободный выбор языка для общения. Вот и все. Да, объединение крайне важно. Только объединение не само по себе, а объединение ради идеи, ради самого важного. Ради чего объединяться? Вот я же говорю, что тут надо определиться. Все эти срачи, в том числе, мовный срач, политический, вокруг чего объединяться? Вокруг свободы? Окей, тогда самое главное, это человек, его права, достоинства, его свободы, его здоровье, честь, достоинство. Тогда это самое важное. И если вокруг этого объединяться, тогда да. Если вокруг государства, вокруг построения, ну, украинской, украинской державы, украинского суспильства, украинских украинцев, тогда да. Тогда да, тогда чуть-чуть надо по-другому действовать. Нужно тогда вводить мовный патруль. Оказывается, мовного патруля не будет, потому что не нашлось желающих бесплатно проводить рейды мовного патруля. Странно, почему? Я не призываю говорить на каком-либо языке обирати російську, чи обирати українську. Я никогда в жизни не захищав украинскую мову, або російську мову. Я вважаю сьогодні, и вважав так тут, давно так вважаю, много лет, я не вижу никаких проблем в російськой мове, что російська мова мала какие-то проблемы, або украинская мова мала какие-то проблемы. И російська мова мает миллионы, десятки, сотни миллионов носиев мови, и украинская мова, песни, украинскую, песни російськую, тексти, блоги, да что завгодно, просто політика. Ну, нема проблем в украинской мове. Ну, нема, украинская мова не мает таких проблем. Типа, вона зникнет, да, вона не зникнет. Подивите, сколько украинской мови навколо. Багато, все гаразд. А какие я ощущаю проблемы? Я ощущаю проблемы, право. Нарушение права. Я не защищал русский язык, я не защищал украинский язык. Нормально все с языками. У них нет проблем. Десятки миллионов носителей. Все в порядке. Культура, все нормально. Все. Язык развивается. Самосовершенствуется. Никаких проблем. А вот с правами огромные проблемы. Нарушаются права людей, нарушаются права человека. С правами беда. Да сколько можно, пишите, держава, особа, права, голова пухнет. Отнять и поделить. стараться что-то сделать для страны. Если ты не можешь взять в руки оружие, не бери, помогай другим образом. Подождите, подождите, подождите. Хотел бы еще раз разобраться. С самого начала. Давайте по порядку. Нужно держаться разом. когда людей на подвалах ТЦК убивают. Ну, пишут потом, что это эпилептический припадок. Ну, убивают. Человека убили. Похитили на подвал и там держат его. На подвале. Без суда и следствия совершенно. Не в СИЗО. Избивают там пистолетом в голову. Есть этому доказательства. Прекратите срач про это. Нет. Срач прекращать про это не нужно. Нужно прекратить беспредел этот. Почему нужно прекратить об этом срач? Нужно прекратить беспредел. И тогда срач сам по себе исчезнет. Ну, то есть не будет о чем говорить, если не будет таких преступлений. Надо прекратить совершать эти преступления. ТЦКшники с людей, которых посадили на подвал, берут взятки в тысячах долларов для того, чтобы выпустить на волю, а для того, чтобы обилетить его и выдать ему там белый билет, чтобы его больше никто не трогал. Это будет стоить там 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов. Прекратите срач про это. Прекратите эту херню. И срач сам по себе исчезнет. Но нет в Англии никакого срача про ТЦК. Никто в Англии не похищает людей. Хуже того. Смотрите. У русских нет срача про военкоматы, потому что у русских на улицах Ростова, Москвы, я не знаю, Питера, не похищают на улицах людей, не садят их в бусики и не отправляют на подвалы. И у них этого срача у русских нету. Срачей хватает, но этих срачей нету у них. Ну нет, ну нет в интернете споров про военкоматы, которые похищают на улицах людей. Ну. Почему? Потому что русские договорились между собой об этом не спорить? Ничего подобного. Потому что там такого нет. Просто нужно прекратить операцию бусик. И прекратить бусификацию, принудительную мобилизацию. И тогда-нибудь типа прекратите срач. Надо начать с народа. Прекратите срач про депутатов. В смысле срач про депутатов? Депутаты не выполняют свою работу. Они занимаются исключительно тем, что зарабатывают бабло. Не декларируя, потому что как они могут продекларировать свои взятки, зарплаты, которые получают по 10 тысяч долларов в месяц, только просто зарплату в конверте. Зашел в кабинетик, 10 тысяч баксов зарплата, наликом просто ему дали. А там если какие-то важные голосования, то еще по 20-30 тысяч долларов за голосование. За то, что человек пришел и нажал кнопку, ну нужную какую-то за или там кто против. То есть он так заработал несколько сот тысяч долларов и на эти деньги покупают себе автомобили, на эти деньги покупают себе дома, недвижимость за границей и в Украине. Прекратите об этом срач. Почему? Ну, начать с людей. В смысле? начать с себя. Люди не берут взятки в миллионах долларов. У них нет дома 6 миллионов налички. Люди начали с себя такие, посмотрели вокруг. Нету 6 миллионов долларов налички. Начал с себя, а что-то ничего не поменялось. В лифте не царапаю лифт, не мочусь там в самом лифте, не выбрасываю мусор из окна, но почему-то срач кругом. Может, потому что не убирают? Может, потому что распилили деньги на дворниках? Или может, потому что дворников уже нет, потому что ТЦК всех загребло? При чем здесь это? Андрей снова почал срач про депутатов. ТБ ж висковый на самперит сам попросил. Вообще, я ничего не понимаю. Почему не начать? Это не срач, это дискуссия. И целью этой дискуссии является искоренение этой проблемы, чтобы этого не было. Но тогда и проблемы этой не будет. Порядок мы можем навести. Как мы можем навести порядок? ТЦК на улицах похищают людей. Мы можем навести порядок. Как? Менты просто беспредельничают. Мусора просто творят ментовский беспредел на улицах. Мы можем навести порядок. Как? Как навести порядок? Как? У них оружие и власть. Как мы можем навести порядок? Как можно навести порядок и прекратить бусификацию? как но начать себя так люди никого не похищают их похищают сотрудники тЦК прекратить этот срач и было раньше если у нас там не стоит обвинувачить депутата стоит прибраться до дома на сам да люди не берут взятки в сотнях тысяч долларов а депутаты берут они голосуют за выделение земли под строительство за взятки в киевском горсовете получая за это по 50 60 тысяч долларов за решение от застройщика потому что на самом деле там дом строить нельзя дорожная развязка не предусмотрена канализацию непонятно вообще каким образом там делать и вообще отсутствует места для парковки нате вам получите а сокарки позняки человейники нельзя было строить там такое количество домов парковать машину негде к дому не подъедешь детских садиков и школ нет а кто же дал разрешение на строительство депутаты так начать из себя так люди не давали разрешение потому они выбирают депутатов а депутаты взятки берут берет и стараться что-то сделать для краяны если ты не можешь взять в руки зброю не бери помогай іншим если ты не можешь взять в руки зброю а тебе на улице похищает ТЦК и отправляет тебя на подвал и там замість тебе воно подписывай что значит то ты пройшов в лк автобе болячки прекращайте цей срач чином ну май честь за стил святковой систи в перемозе и сказать еще я щось зроби а я куча людей в мене знайомых які бояться воювати но они очень помогают очень помогают кто-то купит кто-то бронежилеты а кто-то банально плюс один юнит производство дронов без главного инженера получила минус одно производство не лениться моя хата с краю циколись было и давайте не начинать такую штуку и не сварите а краще думайте як допомогти якось так ну совет по поводу думать наверно правильно согласен тут согласен у нас есть проблема це я вам кажу як офицер дуже часто ты бачиш скотское на рівні быдла відношення офицерів старших до солдат только что он рассказывал что будешь то вокруг него вокруг этого солдата с бубном танцевать что ли или что это беда это я кажу я боя був солдатом я був сержантом я все пройшло в тиланке я знаю я знаю что такое коли с тобой спілкуються ну офицеры як з бидлом ну я за я своими словами кажу если так было хоть бейте бейте а я буду робить все чтобы вас покрыть потому что я вот именно комбат таки вот у меня таки комбат и я таки я не дозволяю чтобы офицеры ображали и мое собовое склад я буду идти и бить их незважаючи на посады названия на наследки хаймана зними змене зними там типу на я плевать я хотів я вважаю что гидность цю людини яка стоит в окопах по колено в цей грязи и робиться на его на его шку работу ну он заслуговує як минимум на нормальность а навіть якщо він щось накосячил можно людину поругать можно его наказать оце можно робить без принижения там его гидности чести там чтобы не ображать там его его мату я тебе и ты как в армии знаете мазь перемат дать он не можно робить потому что у люди на цукупиться закопиться копиться код накопичивается а потом один раз ты здесь выстрелю и він пішов а потім не буду фейсбуке писать что и от там у цей офицеры ну так если вместо этого бить типа вы его не обижайте а тогда пусть он убьет короче чем одно лучше другого коррупция на кордоне так забидаю ци тут я не знаю принуться выхований так я можем может у нас ментальность такая я не знаю центр бахать психологи там шукаются проблемам кажу факт цаи я так в армии на жаль ци и и ну дуже я скажу 90 сотки офицер сполкуется со собой складом цех жук офицер не там плевать у меня будет тапками кидать потом я вам кажется правда это беда это надо как-то искореняться конечно надо бороться такого быть не должно но если бы не было бусификации а была бы применена система эффективного рекрутинга то и проблем бы вот таких про которые ферсов разумы я не бы прям застыглы от просто застыглы хлопец каже нам каже будут те орки я каже стреляти не буду чого что сталось там ну мы ж розумеем на русском еще языке мы же понимаем все что это как бы брата убийственная война таки на него ну прям замрили звичайно там ну сказали старшому командуванию туди-сюди и таки розмирковываем на це питание а как так стало что ну взагалі як така людина потрапила в око а а потім ну як думка сама до себе прийшла а что вы хотите как что-то цикай бежит за каким-то человеком хапает его в бусик не дали можливости зателефоновать ридным не дали можливости там якось но завершить и какие-то справы кинули его он опинився десь там після учебки в окопе и в него будут может быть ризни настроек как неожиданно не вообще никто бы не мог подумать вдруг откуда не возьмись появилась проблема если человека похитить на улицу на улице и отправить его на фронт а он при этом не хочет воевать то он может оказаться ватникам представляете но реальным ватникам натуральным который типа это братоубийственная война это короче мы с россией всегда были братскими народами вот это нежданчик прям вдруг откуда не возьмись внезапность такая появилась как начали думать то как же так вышло такие главное сели такие два так что получилось где-то мы просчитались но где непонятно где где просчет где-то мы просчитались непонятно где да не может такого быть как а как же вы дошли до такого вывода интересно так это еще вам повезло что он вообще был в окопе потому что если вы еще через пару недель бы вот атаку пришли вы бы в этом уже в этом окопе бы и не увидели бы уже он бы уже оттуда бы свалил потому что по документам это плюс один юнит а по факту это снижение обороноспособности потому что по документам педроздил укомплектован а по факту нет он хотя бы вам правду сказал врать не стал как он считает нужным